Садские восьминожки, музыкотерапия, метод кингуру, кватера студия для мам. В педагогическом отделении для недоношенных детей Гомельской областной клинической больницы что году вводят в практику самые разностайные и нередко нестандартные методы и подходы в уходживание маленьких пациентов. При реабилитации особливую увагу надают контакту немовлят с матерью и в уголе в изъединении семьи. Подробности высветляла Евгения Кухаронак. Педагогическое отделение для выхоживания недоношенных детей открыли в 1973 году. Сегодня у них одночасово могут проходить лечения 25 немовлят. З минулого тут пролечили 444 малыша. Прикладно, 80% из них родились недоношенными. Самые маленькие при народжении важы у всего 480 граммов. Выхоживать с таких складанная праца, однако посильная для этих специалистов. Отделение доброе оснащено необходимым обсталяванием. Тут маются у достатковой колькости кювезы, пульсоксиметры, аппарат УЗИ. Среди перолеченого многое белорусской вытворчасти. Створенные умовы дозволяются оказывать допомогу детям у самых разных клиничных ситуациях. Перево ту реанимацию – редкий выпадок. У минулого года таких было усяго некольки. Такие детки в риске по развитию бронхолегочной дисплазии. Чем больше ребенок находится на аппарате, чем он дольше находится на кислороде, изменения могут происходить в легочной ткани. Потом этим деткам тяжело дышать. Поэтому важно, как только ребеночку становится лучше, убирать постепенно, очень аккуратно кислород. И присутствие мамы в нашем отделении тоже этому способствует. Правильное ведение таких детей с минимальной агрессией, вспомогательные методы выхаживания помогают нам. Еще 20 лет тому, то взмогались за жизнь немаулят. А сегодня выхоживают дети, которые важят менее за килограмм. Лечение ведется, соответственно, республиканским протоколам и международным стандартам. Однако главным этапом реабилитации маленьких пациентов тут лечится физический контакт с мамой. Как только стан здоровья малого дозволяя, уводится метод под названием кенгуру. Скура до скорой, знаемое сардышное биение и песчетные руки матули. Налепшие леки для детей. Так и до выписки недалеко. 10 числа прибыли с весом 2,300. Нас тут выхаживали. Дорастили до 2,540. Продержали мы тут 9 дней. Хочу отметить, что врачи вовремя говорили о том состоянии. То есть я в любой момент могу позвонить, и они говорят о том, что с ребенком, как. То есть в курсе дело держали, потому что понятно, разглука. И очень тревожно за ребенка, как его состояние и что. То есть, ну и врачи доктора вовремя объясняли вот так вот, вот так на данном этапе. Поэтому как-то это помогало на самом деле. Выписываю заделение про умовах доброго, стану здоровья дитяцы и обовязково при досягнении всех показчиков, ответных 37-му тыдню развития. А для худшейшего и выникового выздоровления тут укоранили цикавые нестандартные подходы. До приклада у каждого из детей маецца властная цацка восьминожка Тиморква. Она допомагает расслабиться, сопокоить нервовую систему малого, калитой я екраная. Померкование специалистов такая терапия небывертая немауляту нутробу мати, где они тримали в руках пуповину. До всего выкористовывается музыкотерапия, фитбол-терапия, методика укладки детей, гнездо и шматьиншага. Мы родились 2 июля. Родили мы девочку Машу с весом 2,680. Здесь мы находимся с 11 июля. Идем на поправку и собираемся уже домой. В отделении очень понравилось, очень хорошие сотрудники, коллектив профессионалов работает. Но не только профессионально, но и с душой. Большинство мам могут находиться в отделении суместно с детьми. В случае, когда не мауляты еще выходят в кювезах, женщинам предоставляется проживание у квартиры студии, размещенной двумя поверхами ниже. Такие сопроводные домашние умовы створены благодаря поддержке администрации областной больницы. Завитать на сустре чудородных могут и батьки. Подожилых малышов у теплой солнечной надворе выносятся на свежее поветро. Всего 20 минут не более и под наглядом медсестры. Коллективы в отделении профессиональные изгуртованы. Загадчик говорит, что при приеме на работу задает самое главное питание – «Ти любишь детей». Остатнее мае не такое важное значение. Есть у коллектива и женщины с 40-годовым працовным стажем. По-моему, тот факт, что я здесь 40 лет, он уже говорит о том, что я, правда, никогда не пожалела и с удовольствием работала. И вот работаю в одном и том же отделении. Дети тяжелые были и тогда, есть и теперь тяжелые. Но, конечно, благодаря теперь всем современным методам, благодаря вот такой заведующей, которая у нас, которая, правда, очень полна энергии, оптимизма, полна, я не знаю, желания сделать что-то новое, лучшее, внедрить в свою работу. И она, правда, человек, который все цело себя отдает именно детям, именно работе. У нас, правда, сложился очень хороший коллектив, такой, знаете, добросовестный, трудолюбивый. Все работают, правда, честно, на позитиве, ну, именно для детей, для их мам. После выписки за здоровьем и лесом былых пациент усочить еще долгий час. Батькам выдаются анкеты, якая заполняется что год и досылается в больницу. Не редко разом с ее приходят и фото с дымки. Их супрацовники отделения заховывают на специально отведенном стенде, что день усмешки здоровых деток радует и персонал, и женщин, які сегодня клопотятся об выздоровлении своих немовлят. Евгений Кухаронак, Валерий Хапанько, телерадоя компания «Гомель».